мы сегодня пришли на осенние тюды с вами заметьте прошло практически полгода с того момента как мы рисовали зеленую красивую сочную природу вы помните это ребята осень то что здесь цвета осень если были бы ярко зеленые это было бы лето если было бы вообще мало цветов таких зеленых это было бы весна а если вообще все было белым покрыто это зима с московской художницы ксении евгеньевна ивановой и работами ее учеников мы встретились в выставочном зале патриаршего подворья в екатеринбурге где в рамках российского фестиваля православной культуры царские дни проходила выставка работ ее питомцев детей студии глазами ребенка работавший при московском центре социального обслуживания орехова борисова северная выставка в екатеринбурге носит название души истоки детская художественная студия которая руководит ксения иванова называется глазами ребенка это означает что взрослая художница которая как бы призвана учить детей рисованию утверждает самое чистое и честное восприятие мира может быть только у ребенка это мы взрослые должны внимательнее прислушиваться к детскому мнению мы должны учиться у детей чистоте и правде чтобы увидеть мир глазами ребенка лишь помогая им раскрыть свои таланты конечно поражает то что детские работы настолько уже глубокие и настолько это как должен взрослый человек с нее поработать чтобы вот детских работах появилась вот это душа вот это вот открытие православия просто замечательно но даже вот если взять вот эту работу корабль под названием жизнь настолько она такая и вроде бы и простая и философичная да вот уберите паруса и все и корабль уже остановится никуда не пойдет только какой-нибудь парус убери все нарушится его путь не в ту сторону пойдет и когда понимаешь что это писали дети и смотришь когда подписаны работы и возраст детей то конечно это вообще поражает насколько глубокие и понимаешь что еще раз понимаешь что ребенок это очень глубокий человек надо думать о нем снисходительно что он недорос чего-то недопонимает дети порой больше понимать чем взрослые души истоки это начало у меня детки занимаются от трех до пятнадцати лет и начало вот что мы вложу в детей то мы получим потом обязательно и плоды мы можем увидеть только по своему вкладу родительскому посему семья для меня очень важный момент в работе творческой и когда говорят что вот у меня гений приходят родители а вот вы тут все сидите это простые дети я этого не понимаю есть гений от рождения все дети их надо только увидеть заметить и постоянно с ними общаться и вкладывать в них образ дал господь каждому от рождения анна романова это наше новое поколение который в этом году новая группка вот в таких лет практически очень многие из вас начинали ариночка поздравляем и неважно какой это ребенок благополучный обласканный домашними или трудной проблемой из какой семьи попадает сюда из обеспеченной или нет талантливой в силе а в богатых семьях делает она выводы дети как ни странно более одиноки им не хватает ласки и внимания и они ищут это внимание здесь при живых родителях идет полная стена добыча денег она завела в тупик наше общество а дети-то будущее их всех нужно только бесконечно открывать открывать повторяет она евгения воробьёва висует на листе ребенок кисть в руки взят и карандаш из-под неопытных ручонок с трудом рождается бизяш листы осенних точки блики стволы деревьев до небес с душой неопытный великий художник обращает лес и солнце аж на полстраницы из синий небес как счастье крик и удивительный рад птицы размашистый выводит штрих в рисунке все соединяется для радости пределов нет законов он пока не знает творит свободный человек и изначально красотой его напомнят дела мир познавая лишь любовь него не допускает зла хотелось бы рассказать вот об этой работе большой вот эта работа она здесь представлена как фотокопия а на самом деле это огромный труд на холсте два на три метра и верхней работы также и другие коллективные работы они у нас большие очень эти работы создаются детьми до 48 человек вот именно возрастной категории как раз тоже такое разное 3 до 15 и соответственно православная тематика дети приходят не все православные очень много разных национальностей и меня потрясло когда мы делали эту работу я думала ну как бы рисуя такое родители уж точно будут протестовать из других каких-то национальностей вы знаете родители приносили термос с чаем родители помогали нам как бы поддержкой свои давайте ребятки это надо закончить это все делалось к пасхе бесконечное какое-то участие такое доброе настолько отзывчивое что мы все сидели до позднего 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 вечера мы доделали это и причем это маслом дети трех лет даже рисовали маслом пытались что-то каждая малышка там рисовала цветочки взрослые естественно уже основную композицию создавали но вот это вот совместное участие меня просто потрясло несмотря на то что сама работа создавалась каким-то под благословением божьим и чудесами освещалось до того как не зная о том что будет это рисоваться работа к нам приехал батюшка читать молебен и в начале работы осветил нам пустой холст начинайте просто чудеса так же закончилась она день в день он приехал не зная что мы закончили работу и осветил уже конец работы и много очень много детей когда болели просто при работе с этой работой они выздоравливали какие-то необыкновенные вообще вещи здесь происходят так как мы работали целый год над ней над эскизами а в конце уже года мы ее доделывали воскресенье христова внесло у меня книга есть целая где я записывала истории связанные с этой вот с чудесами которые происходили во время вообще создание этой удивительные вещи какие там еще были чудеса ой чудеса вплоть до строителей и водителей которые это все перевозили создавали то есть все что было создано для работы это вот материал кисти краски они приходили из ниоткуда приносили люди масло больших вам может быть нужно просто так а мне нужно было очень много белил для этой работы вот я только собираюсь вот как бы набираю деньги чтобы собраться в художественный салон приходит женщина приносит мне огромную пачку белил масляных также с рамами золотыми громадными звонит человек из багетной мастерской ягод сделаю не задумываюсь приезжает и на месте делает сам все бесплатно то есть люди шли их вели их просто собирали также холст также машина и просто не передать сколько было вещей которые вот было по воле не по нашей а вот до работы воскресения христова у детей и их студийной мамы был уже серьезный опыт прикосновения к духовной теме уже были созданы большая коллективная работа рождество христова до этого была наша картина корабль под названием жизнь это был тоже большой большой труд где дети вышивали свои добродетели с которыми им непосредственно хотелось работать это интересная такая психологическая была работа когда ребенок сам того не подозревая он выбирал ту добродетель из которой больше всего у него было проблем и он на подсознании вышивал этот парус а весь последующий год как бы он работал над этим качеством он настолько сильно запомнил что он не мог уже ничего с собой сделать вот к примеру когда мы вышивали паруса это все целый сценарий был мы праздник потом делали мы на корабле выбирали профессии кто кем будет по жизни и одна девочка она такая звезда у нас была артистка и вдруг она говорит я буду уборщицей на корабле все переглядываются понять вообще никто ничего не может такая красавица с такими вообще нашими с таким характером и вдруг уборщицей она пока делала все это и готовилась к этой работе видимо очень много чего поняла потому что эскизов очень много было и она говорит вы меня не поняли ведь я буду очищать храм своей души эти ребенок в семь лет вот такое выдал это дорогого стоит это очень дорогого много вот такого плана переоценки у детей а самое главное наверное это когда дети крестятся после таких работ вот это для меня в общем после корабля и после вот этой работы многие детки попросили своих родителей их покрестить это очень важно без духовно-нравственного воспитания без этого фундамента она не видит в творчестве смысла я как-то как и все люди мы все ищем много книг читаем разных направлений а потом как-то вот в один прекрасный день я поняла что опираться надо только на святых отцов вот у них источник шел только оттуда и это самые чистые книги как мне батюшка мой сказал духовник надо понимать что мы даже в доме держим то есть очищать надо свое пространство и надо читать те книги которые дадут тебе пользу и вот так медленно но верно перешла вот книгам святых отцов когда-то получив профессию театрального художника поработав в театре поняла что яркая пусть талантливая тусовка не ее путь ее путь заниматься с детьми причем не просто заниматься а предельно искренне и на предельной самоотдаче от сердца к сердцу 13 лет она посвятила деткам и не представляет своей жизни без них часто она обращается к ним сынок дочка а они забудутся увлекутся и скажут мама я вообще смысла жизни не вижу без православия потому что это чистый источник было много поисков было много очень поисков но когда я пришла к православию я для себя открыла алмаз который еще эти грани оттачивать бы это оттачивать по жизни но они такие которые уже никогда не будут запачканы то есть это то что требует душа она просит она каждый день этого просит молитвенного вот этого состояния это какое-то я не знаю это вот чем живешь то и даешь а давать приходится не только радостное прекрасное вот она приезжает из трудных поездок в детские дома к больным брошенным бездомным детям когда беда бывает сильнее помочь можно только слезами и молитвой и ее дети слушая рассказы на глазах взрослеют душой одна девочка вот у меня есть там картина плач монахини ребенок когда мы рисовали тоже вот этот вот делали корабль много очень работали она девчонка очень талантливая но безумно импульсивная и с родителями видно конфликты часто бывают на этой почве на семь лет она вот рисует вдруг картину себя монахини с крестом то есть это практически инокиня и игуменя и в пучине вот этой морской она себя рисует и я понять не могу потому что ну уж такой глубины я не давала чтобы детей не загружать вот какими-то она рисует и говорит я больше ничего другого не вижу на этом корабле и Настенька ну может быть как-то ты объяснишь Ксения Евгеньевна если бы вы знали как я обижаю свою маму вот ребенок в этом возрасте понимает что это отмаливать надо вот ради этого понимаете ради этого православие оно заставляет человека меняться к лучшему не для красоты не для всех вот этих вот наших выступлений только для того чтобы внутри что-то очистилось и стало лучше получается детки сами воспитывают себя нужно только направить любовью и добротой казалось бы как все просто решается эта работа иллюстрация к сказке снежной королевы титульный лист к обложке надо было в одной работе как бы смысл всей картины всей нашей сказки отразить а так как сказка была вся проиллюстрирована детскими работами и надо было сделать объединяющее такое звено очень долго она думала над этим девочка и в последний момент у него созрела идея тающие розы ото льда она должна сама оттаять в руках женских герды она очень не могла найти эти руки и я ее попросила нарисуй руки мамы у нее такие красивые руки говорит вы что мама я с ней в контрах я маму рисовать не буду ты нарисуй ты знаешь мама тебя будет позировать и два часа и три мама мне ну ты попроси и она попросила деваться было уже некуда и вы знаете такая сияющая приходит у меня получилось и говорит вот видишь вот все что с добром вот идет как мать не пойдет навстречу к родному ребенку то есть через творчество дружба потихонечку и действительно получилось работа это очень интересная по вот это вот как вот этот лед она же сама ее придумала она вот только не знала со сердца просит опять вот понимаете а внешние факторы вот этой маски они все время нам дают обратное а через работу вот это вот снялось снялось и помогло на уроках живописи была тема цветовой круг от холодного к теплому и прийти к белому цвету ну и каждый выбирает свою вот эту вот градацию цветов как бы и в итоге когда заканчивается у каждого свой спектр мы должны нарисовать вот в этом окончании кто что хочет вот как бы каждый раз каждая работа при ее художественных каких-то наработках обязательно надо домыслить и ее немножечко так внести туда уже свое свой огонечек и вот одна девочка в окончании увидела я говорю вот что ты видишь вот в этом белой точке я говорит вижу свое крещение и она нарисовала ангела-хранителя видите вот этот образ и он держит ее при крещении вот много из этой же серии девочка вот на той стороне там увидел нарисовала себя в люлечке в этом белом пятне и рисует так аккуратно палитра чистейшая вот буквально на полсекунды я повернулась к другому ребенку поворачиваюсь она вся в черной краске ой стукнула ничего и после вот этого момента не могу понять я смотрю на нее у нее здесь все черное сама она с кисточкой черной и вижу на этом красивом цветовом спектре черные пятна какие-то я говорю Оленька а что это такое Ксения Евгеньевна подождите пять лет я говорю жду она дальше там что-то вырисовывает этими черными пятнышками я говорю что такое-то у меня душа очищается и она рисует маленьких скорпиончиков которые выползают из ее души той которая там в люлечке я сама рот открыла у меня самые слезы полились когда я вот это увидела простая работа ничего особенного но вот это что вложено это дорогого какого-то стоит еще они как и их руководитель мечтают о зеленом лесе чистом воздухе прозрачной воде экология одна из тем их творчества спастись можно только там где необитаемый остров где нет людей провозглашают маленькие художники лесные звери птицы морские обитатели бегут от людей наша орехова борисова москвы с капотней со всеми заводами с задымленностью жуткой и вот она нарисовал такую жар птицу и написал даже стихи к этой работе я сейчас можно зачитаю называется птица покидает город полина восемь лет прилетела в наш город жар птица и хотел у нас поселиться выводить здесь птенцов своих нежных людям радость дарить и надежду но увидев как трубы дымятся передумала здесь поселяться где машины бегут чередою как детишек растить нам с тобою люди слышите беда загрязняется наша среда другой планеты нет у нас так сохраним ее сейчас вот такие вот крики души у детей по теме наша земля это все очень связано все связано и природа и духовность и сказки и вся наша сегодняшняя бытовая жизнь у них это открыто как маленькие вот они сразу отображают они не могут молчать если бы даже очень хотели не получилось во сне бы сказали последняя наша работа этого года это преддверие рая это большая работа но она очень маленькая мы делали ее из бисера и из гипсопласта такую миниатюру но миниатюра вышла большая и долго-долго делась и вот дети очень много как раз задавали вопросов я им рассказывала они все хотели эти дверки рая открыть и объясняла что туда еще надо заслужить открыть их но как они это делали мальчики я их выгнать с урока не могла по четыре по пять часов они сидели делали этих божьих коров эти цветы в раю они же должны быть необычные эти вот бабочки эти необыкновенные какие-то образы света света они все это делали с таким удовольствием и для них понятие попасть туда заслужить здесь и вот каждый пока сидел за этим круглым столом он разбирал себя по кусочкам я вот как бы включала фоном много-много кассет разговоров и вот это все всегда в параллели шло с работой и духовной и ручками идет переоценка а ради только ради этого и все и нужно а художниками станут если богу будет угодно у меня очень много деток уже поступили в художественную школу в институты мальчики модельерами стали очень много у меня одна девочка сейчас ювелирная уже заканчивается моя ученица так она такое мне выдает она говорит Ксения Евгеньевна я поняв вот эту тонкость я хочу помогать людям я говорю не понимаю как ну вот будешь творить что-то красиво нет я хочу стать нейрохирургом конечно положительные результаты это совместный труд с родителями своих учеников тогда в результате образуется большая дружная семья единомышленников способная пронести эту дружбу сквозь годы от трех лет до пятнадцати и старше дочка в дочке 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 не бывает человечка часто приходят родители иногда первый раз вот они записались такие немножечко закрытые потихоньку потихоньку оттаивают оттаивают отсмотрю какая-то мама пирог принесла потом это же мама взяла какие-то сделала поделки похвалиться пришла потихоньку потихоньку влилась влилась происходит какой-то такой знаете людям сейчас очень не хватает общения ну просто человеческого без всяких вот этих вот заковырок им нужно где их выслушают им обязательно не каждый человек сразу может прийти к батюшке потому что к сожалению не готовы еще вот так в таком объеме общества надо их немножко подвести к этому а потом приходят на исповедь эти мамы да это очень радостно очень радостно напомню выставка детской студии из московского орехова борисова северное глазами ребенка состоялась в выставочном зале патриаршего подворья Екатеринбурга инициатором ее появления здесь именно в царские дни была одна замечательная женщина бескорыстно по собственной инициативе пропагандирующая подвижников культуры таких как Ксения Иванова зовут этого светлого и скромного человека Фаина Исмогиловна Ибрагимова и я надеюсь когда-нибудь вас с ней познакомить Фаина Исмогиловна со своим творческим предложением попала в точку на патриаршем подворье выставку приняли с радостью из Москвы приехали дети и на такое святое место на русскую колгофу мне кажется это действительно если даже из этих детей пока не поймет всей значимости того что произошло но я думаю что в будущем это будет для них очень весомо и они поймут что это тоже точка отсчета какая-то конечно можно только порадоваться что у детей уже или еще или и уже такое светлое восприятие мира и такое какое-то глубокое понимание истинности но опять же ведь это зависит дальше от нас как будет ребенок дальше развиваться сейчас самое главное его в этом пути поддержать и сохранить чтобы вот эта вот чистота детской души она осталась и вот как мне кажется как работает с этими детьми Ксения Евгеньевна дает надежду что дети работающие в этой студии ученики этой художницы они такими останутся по крайней мере вот то что заложено в детстве есть выражение всем родом из детства я думаю что вот этот фундамент вот это вот зерно которое было заложено в их души оно прорастет и ну все бывает в жизни бывают какие-то отклонения отхождения истинного пути но я думаю что вот это зерно заложено в их души оно именно сохранится и в будущей жизни даст им какую-то тоже вот поддержку и нужные ростки то есть чтобы вот их жизненный корабль шел нужным путем по крайней мере очень хочется надеяться что так и будет и почти не остается времени Ксении Ивановой на собственное творчество пользуется любой возможностью побыть на природе с красками и листами пастель акварель перо то что говорит через пальцы что ближе к душе наверное что тоньше а вот сейчас конечно мечта это найти место подальше от мегаполиса в городе очень тяжело работать просто безумно тяжело потому что что-то там такое давлеющее уже уже из ряда вон очень хочется уехать и дать детям которые не видят этого всего мечта вот такая может она когда-нибудь осуществится за окном бушует в юг ветер воет за окном но в любую непогоду но в любую непогоду но в любую непогоду хорошо хорошо когда есть дом хорошо когда есть дом и то что уже не что что не